Государственная власть всегда нуждалась в средствах для собственного обеспечения. Способы добывания этих средств изменялись с ростом уровня развития общества. С древнейших времен по мере опустошения казны все сильнее возникала потребность в возникновении повода для объявления войны соседям. Победитель устанавливал либо разовую контрибуцию, либо регулярный сбор дани. В дальнейшем государства начали защищаться от агрессивных соседей, создавая армейские подразделения на регулярной основе, для содержания которых нужны были средства. Так появилось первое обоснование необходимости регулярных платежей государству. Иначе говоря, налоги появились с возникновением государства и по сей день представляют собой один из главных источников доходов государственного бюджета и являются средством оплаты его расходов. Так как услугами государства пользуются все его граждане, то государство собирает плату за эти услуги со всех жителей страны. И, как уже отмечалось ранее, налоги служат инструментом перераспределения национального дохода, создания благоприятных и конкурентоспособных условий для различных сфер экономики. Помимо пополнения госбюджета, налоги выполняют еще ряд функций. Рассмотрим их подробнее. Фискальная функция реализует главное общественное предназначение налогов – формирование доходной части госбюджета. Во всех государствах налоги прежде всего выполняют эту функцию, то есть обеспечивают финансирование государственных расходов. Регулирующая функция заключается во влиянии через систему налоговых ставок и льгот на процесс общественного производства в стране, расширение или сокращение развития определенных отраслей, повышение или понижение платежеспособного спроса населения страны и тому подобное. Контрольная функция позволяет контролировать деятельность фирм, учитывать доходы граждан и соизмерять с их расходами. Благодаря данной функции оценивается эффективность всей налоговой системы, выявляется необходимость во внесении изменений как в налоговую систему, так и в бюджетную политику государства. Социальная функция связана с перераспределением доходов в обществе с целью снижения степени расслоения в обществе. Она реализуется через установление различных ставок налогообложения и полного или частичного освобождения от налогов отдельных категорий граждан, нуждающихся в соцзащите. Поощрительная функция отражается в признании государством особых заслуг определенных категорий граждан перед обществом. Например, значительно уменьшается налоговая база по налогу на доходы физических лиц для участников Великой Отечественной войны, героев СССР и России, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д. Уплата любого налога представляет собой строго упорядоченный процесс, включающий следующие элементы. Субъект налога – физическое или юридическое лицо, законом обязанное уплачивать налог. Объект налога – то, с чего взимается налог. Налоговая база – это стоимостное выражение объекта налога. Носитель налога – лицо, уплачивающее налог фактически. Носитель налога может не совпадать с субъектом налога, как, например, в случае с косвенными налогами, о которых будем говорить далее. Субъектами налога являются продавцы, а носителями – покупатели, непосредственно оплачивающие налог. Налоговый период – временной период, за который исчисляется налог. Источник налога – это доход, из которого уплачивается налог. Источник может совпадать с объектом налога, например, в случае заработной платы или гонорара, а может не совпадать. Здесь ярким примером может служить вещественный выигрыш в лотерею, например, автомобиля. Объектом налога будет являться автомобиль. Его стоимость будет являться налоговой базой, а источником налога будет являться какой-то другой доход, так как пока субъект налога не оплатит налог на выигрыш, он не станет его собственником. Ставка налога – это величина налога в расчете на единицу налогообложения. Теперь рассмотрим основные виды налогов, условно разделив их на группы. По способам взимания налоги делятся на прямые и косвенные. Прямыми называются налоги, взимаемые непосредственно с получателя дохода или с владельца имущества. В случае с прямыми налогами субъектом и носителем налога всегда является одно лицо. К прямым относятся налоги на доходы физических лиц, имущество, автотранспорт, землю, прибыль, добычу полезных ископаемых и горный бизнес, водные ресурсы. Косвенные налоги включаются в виде надбавки в цену товара и оплачиваются покупателями при покупке этих товаров. Как мы уже говорили, в случае с косвенными налогами субъект и носитель налога не совпадают. Примерами косвенных налогов являются налог на добавленную стоимость, акциз, таможенные сборы, госпошлины. По способам определения размера налога выделяют пропорциональные действуют в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета дифференциации его величины. Прогрессивные – повышение ставки налога по мере возрастания дохода. И регрессивные – предполагают снижение налога по мере роста дохода. По уровням бюджета, в который поступают налоговые отчисления, выделяются Федеральные налоги, которые устанавливаются правительством на федеральном уровне и зачисляются в федеральный бюджет согласно статье 13 Налогового кодекса Российской Федерации. Региональные налоги, находящиеся в компетенции субъектов федерации, к ним относятся налоги, перечисленные в статье 14 Налогового кодекса. Местные налоги, перечисленные в статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливаются и собираются в местные бюджеты. По назначению или по порядку использования налоги бывают общие, когда происходит обезличивание налогов в доходах бюджета при направлении их на расходы – НДС, налог на прибыль и прочее. А также целевые происходит привязка налогов к конкретным видам расходов бюджета – дорожный налог, земельный налог и другие.